С вами я Q3G, конечно же мы находимся на проекте Ваймплот, опять я возле топа гангейма, смотрю на первое место, хватит у меня духа, духа в студию. Всем привет, с вами Духа Муха, здравствуйте. Ну давайте начнем новую игру. Ну так, пятку мы начали, понятно. Духа, как ты создал свой ник? Ну я в обычный день, получается, когда у нас были морозы, и от этого мороза я, получается, дышал, и так и получилось, что я придумал ник сначала, сначала дух, потом я подумал, что это пизде занят, и получилось так, что вышло духу, от слова дышать. Когда начал играть в Майнкрафт? В Майнкрафт я начал, в общем, играть в 2014 году. Тогда Майнкрафт был очень популярный, в 2014 год, вот, когда разные были режимы популярны, и сам Майнкрафт был популярным, ну, в плане мониторинга вообще всех Майнкрафт, ну точнее, всех поисковых. А на Вайме когда начал играть? На Вайме я начал играть 2016 года, получается, этот проект меня затянул тем, что он был так... Там были персонализации, всякие маски, всякие плюшки, короче, были очень прикольные. Плюс тут PvP-система была необычной, типа, когда убиваешь, и там зеленый что-то был, скакивал, мне это очень нравилось, зеленая штука. Какие гильдия состоял? Ну, в первой гильдии, получается, я был НКСГ, это, если что, гильдия Оксанида, ютубера, который хг-ширил, у него почти около 10к больше 40 был. Ну, тогда было у него 10к, и вторая гильда была PvE 4, я в ней состоял почти около 2 недели, но потом меня пикнули. Ну, во-первых, я считаю то, что игроки, они должны, типа, уровня высшего скилла, вот, во всем, типа. Ну, у меня лично пару людей, чисто, которых я считаю таких скилловых и необычных, вот. Это, получается, у нас Дриада, вот, потом идет Даймон, потом еще одна Дриада, только это уже Беокрис. Вот, и, получается, еще один игрок, это у нас Бомж, вот, которым я знаком уже почти 3 года. Ну, больше всего я смотрел Оксайны, да, потом Дриаду, у меня тоже есть YouTube канал, и вот. Так же я смотрел Лейтерза, так, Гэшер тоже, потом Эксплайна тоже, такой игрок такой, необычный. Вот. Ну, это все, пока я не мере, кого я смотрел раньше. Ну, худший, получается, лично для меня, это пару игроков. Это Russian Kyiv, еще тогда, еще один игрок был. Ну, я его ник не помню, в принципе, вот. Ну, с ним я очень тоже жестко срался, особенно. Худший гильдий. Худший гильдий. Лично я для себя считаю то, что V4 Finn это самая такая, лично для меня, по моему мнению, самая худший гильдий. Я не отрицаю этот факт, как есть и там хорошие игроки, но там очень много таких людей, которые очень зашкварные, и им вообще пофиг на то, что ты присутствуешь, что ты помогаешь чем-то. И лично для себя я посчитал то, что это самая худшая гильдия вообще, потому что там люди неадекватные, и за какую-то победу сразу же кикают, и называют тебя бомжом, что каши обидные. Мое мнение о новых гагокартах? По мне, старые карты были намного лучше, потому что они были стабильные, и все уже привыкли к этим старым картам. И сами карты были очень такие старые, потому что лично я на них вырос. А как другие, ну и я лично считаю то, что, типа, эти карты новые, они зашкварные, потому что на них нет стабильности, как раньше. Раньше что-то можно было выиграть спокойно, а сейчас там все зависит на удачу. Какие были у тебя конфликты на Вайме? На Вайме были пару конфликтов, но лично по мне был один очень жесткий конфликт, связан насчет макросов и софтов. На форуме много там жалоб насчет этого и много переписок, так что вы можете сами посмотреть. Но сами конфликты были, так что на форуме все едет. Какой у тебя игровой перефейд был? Интерфейс? Ну да, клавиатура, мышки. А, ну, у меня мышка сама будет, а7. В ней, короче, очень многого полезного. Ну, она нормальная самая мышка, которая... Да, нормальная. Тача других в Блади, да. От Фортэч, точнее. Да, это компания производит Блади. Не все мышки от Блади такие прям прекрасные. Ну, вот А7, оно нормальное, по моему мнению. Да, лично по мнению, да. На модели просто модели они имеют самые дешевые сенсоры со времен динозавров. То есть, даже уравнивать весы с мышкой с Фикс Прайса, Блади хуже, чем с Фикс Прайса, вот, самого. Хотя Фикс Прайс не славится качеством этих мышек. То есть, они как будто на раз. Ну да. Ну, поспорь. Клавиатура у меня... Клавиатура у меня получается геймер, типа... Ну, это такая клавиатура, свечащая, ну, можно там переключать. И вот. Также у меня... Получается, телефон, Samsung, ZoomWall, получается. Ну, это такая фирма. Вот. И... И все. Как будто клавиатура, мышка. А вот случай с армейкой. Можешь что-то сказать? Многие задавали. Случай с армейкой, получается... Меня забирали в Боинг-Команд. Ну, хотели уже в армию отправить. Документы были уже готовы. В общем, меня отправили туда. В Каргендискую область. Это, получается, кто не знает, это уже сам Казахстан. И, получается, меня туда отправили. И вот. Я там пробыл 2-3 дня. И после чего мне там не очень сильно понравилось. Потому что там люди были, как сказать, извините за слово, похуистые. Типа, зэки, которые пофиг на то, что ты там живешь, на то, что ты там дышишь. Типа, если ты им не нравишься, они тебя ножом поднут, и все. Уберут себя с этого мира, и ты, получается, пойдешь в жопу. Вот. И после чего мне это очень сильно не понравилось, и я решил, типа... Ну, так скажем... Откосить. Да, откосить от армии временно. Вот. Купил... Ну... Военный билет. Короче. Да, военный билет. Откосил. Вот. И... Так получилось то, что... Я... Отдешел от армии. Точнее, на один-два года, получается. Но меня все равно скоро заберут. Опять же, через два или один год, получается. Обрат. В армии. Слухи о твоих фейковых хакахах. А, насчет этой... Это очень тяжелая тема, потому что люди... Как бы... Считают то, что я какой-то там... Двуличный человек, и у меня там куча аккаунтов. Вообще. Ну... Лично по мне... У меня лишь... Всего лишь два аккаунта. Это, получается, духа и... Ну, бог. С которого я редко вообще играю. Снубка. А все основные акки, это не мои. Это, как бы, еще одного человека. Вот. Ну, все... Вы знаете, типа, этого человека в гангейме. Так что... Там не говорит ничего. Вот. А то, что люди говорят, что я это он. Как бы, я там коробка. Или там духа легенд. Ну... Ребята, что сверхунулись, что ли? Лично у меня один аккаунт, получается. Основной. Я говорю про основной. Где я играю. И где я вообще сижу на аккаунте. Вот. И, получается... Те, что говорят люди, там... Что у меня там... Тысяча аккаунтов, там... Это все слухи, как бы. У меня нет... Лично у меня два аккаунта. А все остальные, они не мои. Они другого человека, получается. Если не верите, можете посмотреть... У меня на канале... Я лично снимал с двух аккаунтов. Духа и... Ну, бог. И все. Получается. Твой первый режим, который ты играл. Мой первый режим, получается, был... Скайварс. Потому что Скайварс меня очень привлекал тем, что... Было прикольно всех скидывать и смотреть, как люди бомбят. Вот. Особенно с снежками. Или с луком. Потому что... Я с луком хорошо стреляю, но... Я, конечно, не буду этим выпендриваться, но... Но все же мне нравилась на Скайварсе система, то, что вот... Кидываешь, и люди бомбят. Как было прикольно смотреть. Типа, на удачу. На каких ты проектов бывал? На каких проектов я бывал? Ну... Их очень много, как бы... Ну, я перечислю основных. Это, получается, первый мой пиратский проект. Это DestroCraft. Ну, там была на версии 1.5.2. Ну, сейчас она 1.8 почти. Ну, и вот. Именно на этом проекте я, получается, побывал около 3-4 года, получается. За всю историю игры куба. И я еще побывал на GOMHCD, Hypixel, Crystalix тоже. И еще, получается, на Vayner. Все. Это основные проекты, где я побывал в личности. Есть ли у тебя кумиры на Vayner? Ну, кумиры у меня лишь на Vayner один. Это, получается, Дриада. Потому что она очень хорошо играет, и с ней очень приятно общаться. Ну, я ей подражаю, как бы. Какой хотел ты бы в топ попасть? Ну, лично, я хочу попасть в топ гангейма, как бы. Некоторые люди стараются туда попасть в около 2-3-4 месяца. Но, по мне, я хочу попасть за, получается, за 2 месяца. Вот. Это, получается, сегодня идет первый месяц, где я постоянно играю. И через месяц я уже, наверное, скорее всего, в воду в топе. Вот. А в основном я бы хотел попасть сначала в гангейм, потом в Эдвардс, потом в дуэльки. Вот. Это три основных топа, куда бы я хотел попасть. Отлично. Есть у тебя желание стать модератором на проекте ВМВАП? Желание у меня есть, конечно, стать модератором, но после того, как я наиграю часовые дни, получается, на проекте, и получу какую-то популярность, мини-популярность, чтобы спокойно подать заявку на модератора. Чтобы ее получить, надо для начала показать свой игровой скилл, во-первых. Во-вторых, нужно иметь какой-то стимул или наигранных игр, вот, на Вайне. Чтобы была такая статистика, что ж, кому-то надо было это выигрывать. Есть у него тебя девушка? Да, ну, все-таки вопрос, конечно, есть. И ее зовут, получается, Адриады. Ну, это игровой твойник, конечно, но чисто по формальности, и я обещал никому ее им не говорить. Ну, в общем, ее имя похоже на Алису, вот. Так, скажу по секрету, и все. В плане того, что некоторые говорят, что у нее много имен личных, так это для того, чтобы, типа, люди... Она знала людей, кто как к ней относится. Если ей человек нравится, допустим, как я, то она говорит свое настоящее имя. А если не нравится, то, извините, она будет там Таня, Аня, там, Даша и все такое. Вот. Когда ты перестанешь играть в Майнкрафт? Я планирую перестать играть в Майнкрафт в 2025 году, вот. Я завяжусь в Майнкрафтом полностью и пойду на отдых куда-нибудь. Какие игры ты играешь, кроме Майна? Ну, я играю в Warcraft 3, кто играл в эту игру, все знают, вот. Еще я играл в GTA. Ну, в GTA тоже все знают. Да. Ну и в CS-ку. Да. Все игры, которые я играл. А в CS 1.4 играл? Самая лдовая. Да. Прям олды поймут. Там была одна карта, которую потом выкрыли из 1.6. Ну, то есть, убрали. Ну, вот, да. Какие ты... А, это уже было. Твои первые действия в кубах. А, ну, первые действия я построил в доме земли, как бы. Ну, это типично для... Если по правде, то я строил в доме земли. Это первый действия. Винкс, мы вместе с сильным. Винкс, Винкс, Винкс. Я бу, я фейф бу. Я бу. Всем привет, с вами Винкс. А, ну, с вами был я, Хилис Блитко. Всем пока.